Если в параллелограмме диагональ равны, то это прямоугольник. Это такой очень приятный признак прямоугольника. Посмотрите, пусть у нас есть параллелограмм. А, Б, С, Д. И вот вдруг так получилось, что А, С равно Б, Д. Требуется объяснить, почему в таком случае обязательно фигура является не просто параллелограммом, а прямоугольником. Там произвольный параллелограмм, у которого диагональ одной или нет. Почему это прямоугольник? А вот как я считаю, что это прямоугольник, это прямоугольник. Это прямоугольник. А, Б, С. Это не равен, а конкруэнт. По трем сторонам. Давайте разбираться. А, Б равно Б, С? А, Б... Нет. Нет. Все, садитесь. Не написать, что это конкруэнт. Да, С, Б. Треугольник, да, С, Б. Не важно. Варюш, это неправо. Ребята, в консиматике не бывает, как у нас немножко. Все, если сказал неправо, дальше слушать не имеет смысла. Значит, надо исправлять решительность и начинать заново. Мне сказали, что два треугольника конкурентов. Я посмотрел, я сразу видел, что это не так. Да, по трем сторонам. Но какие два треугольника конкурентов по трем сторонам? Точно вы заявите, пожалуйста. А, Б, С и... 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 Итак, вы не дектуете, что А, С, В... Давайте. Значит, треугольник. А, С, В... И треугольник какой? А, Б, С... А, Б, С и... Д, С, В. Д, С, В. Так, проверяем. А, Б и Д, С. А, Б и Д, С. Это противоположные стороны пределограмма. Да, они равны. Б, С и Б, С. Ну, это, в общем, один и тот же ответ, по разному названию, поэтому все в порядке. Наконец, А, С и Д, В. Это вот это. Отлично. Значит, треугольники действительно друг друга. Какой из этого вывод? У них равны все опечататели. Вот эти вот какие? А, Б, С и Б, С, В. Нет, а я вообще примусь непонятно пока. А вот то, что угол А, Б, С, значит, угол А, Б, С равен углу Д, С, В. Так, А, Б, С это вот это. Д, С, В это вот это. Да, вот эти два угола равны. И что? Мы сделаем то же самое, но с другой стороны. Уже сейчас, если честно, все сделаем. Только нужно понять, почему же эти углы прямые. Сумма их 180, они равнозначатся. Каждая из них будет равна. В правилах равны всегда сумма соседних углов. Вот вспомните, пожалуйста. Когда у вас есть абсолютно любой квилограмм, да? То у него вот этот уголочек равен вот этому. Правильно? Соответственно, сумма вот этого, это, в случае, ну, или есть уголь напрасно, если продлить вот так, то из-за параллельности вот этих двух прямых, у нас этот угол равен вот этому. А когда у вас есть два одинаковых угла, которые вместе дают, то они каждый прямой. Значит, мы доказали равенство этим. Но если в параллограмме есть прямой угол, то мы сегодня уже выясняли, что все остальные должны быть... Можно было вообще ничего не писать. Смотрите, есть точка пересечения диагонали. Некоторая О. Да, есть. Смотрите, ДОА – это равнобедренный треугольник. Равнобедренный. АОБ – равнобедренный, равнобедренный. Эти два равнобедренности треугольника полностью дают нам на скотинку. А. Понятно. Это Коля предлагает другой способ решения задач. В принципе, да, так тоже можно. Так не сложнее, но тем не менее так тоже можно обсуждать. Давай, давайте объясню. Коля помнит, что у любого параллограмма диагонали точки пересечения делятся в баллы. Это просто свойство любого параллограмма. Неважно, треугольник, не треугольник. Всегда так. Но если диагонали равны, то в таком случае получается, что все вот эти отлезки равны. Ну, а дальше все просто. Что вот эти вот глыбы равны. Дальше, смотри, берешь следующий, который правее и нижний. Там тоже получаем. Но получаем 2бэта плюс 2альха равно... Значит, глыбочий. Да. То есть надо обозначить этот фуголь какой-то величиной. Здесь 180 минус 2бэта, здесь 2бэта. 180 минус 2бэта пополам. Это все разный до 100бэта, если получше. Да, так тоже можно. Правда, дольше. Но можно. Хорошо.